Международный фестиваль «Беловежская зорка» – это про таланты. Участники конкурса не ограничены в возрасте и имеют разную подготовку, но это не мешает им в демонстрации своих умений. Международный многожанровый фестиваль «Беловежская зорка» проходит уже во второй раз и только набирает обороты. Участников порядка 1300 человек приехали из двух стран. Это Республика Беларусь, все шесть областных центров Республики Беларусь представлены, и Республика Молдова. География хорошая, достаточно широкая, конкурсантам будет интересно не только себя показать, но, как говорится, посмотреть и на других. Фестиваль «Беловежская зорка» настолько масштабен, что проходит несколько дней. Конкурс инструментального творчества проводили в один из них. В виртуозном исполнении были представлены различные композиции. Перед жюри стояла непростая задача определить лучшего из большого количества талантливых участников. Только руководствуясь определенными критериями, они могли осилить эту задачу. Нам очень радостно видеть огромное количество участников. Здесь, я не ошибаюсь, более 60. То есть мы ожидаем яркие выступления, новые имена. И я надеюсь, что действительно ребята проявят себя и покажут самые лучшие свои качества. Я знаю, что здесь необходимо представить разножанровое, абсолютно разнообразное произведение. То есть мы будем слышать абсолютно полярные в чем-то, абсолютно непохожие произведения, которые позволят нам действительно полностью оценить конкурсантов и увидеть все их возможности профессиональные. Каждый участник «Беловежской зорки» мог и себя показать, и на других посмотреть. А это и есть одна из целей форума творчества. А еще это возможность научиться чему-то новому, весело провести время и познакомиться с другими восходящими звездочками. А потому фестиваль стал не просто пробой сил, а настоящим проектом дружбы с большой буквы. Совершенно разное они собрались в Брестском областном дворце культуры, чтобы порадовать слушателей и удивить членов жюри магией звука и музыки. Смотря на сцену, кажется, что эти люди родились с музыкальным инструментом в руках. Но история их знакомства с предметом, который стал для них не только лучшим другом, но и помог раскрыть талант, индивидуальная. Я вначале хотел играть на скрипке, но я тогда, когда был маленький, я не разбирался в этих инструментах. И пришел учитель по виолончели, я сказал, что я хочу играть на скрипке. Но сказалось, что это была виолончель. Мне это очень сильно понравилось, и уже в первом классе я играл вместе с оркестром на треугольнике, солировал. Три года назад я выбирала себе инструмент. Меня по разным классам возили, и меня привлечило внимание этот инструмент. Я даже удали на нем поиграть, мне понравился его звук, понравилась его форма, понравилось на нем заниматься. Я пришла, и я хотела выбрать инструмент. И мне посоветовали добру, и мне понравилось на нем играть. Стоит отметить, что каждому участнику фестиваля обеспечен подарок – поездка в резиденцию Деда Мороза, где талантливые ребята смогут в полной мере прочувствовать новогоднее настроение и окунуться в атмосферу доброго волшебства.